привет капитаны в эфире fw channel канал где изучают корабли уже довольно скоро выйдет новый патч в котором нас всех швырнет в пучину новой экономики world warships чтобы погружение было более осмысленным и комфортным я попробовал разобраться во всем этом хитросплетении на общем тесте на практике сделал некоторые выводы и сейчас вам все наглядно расскажу и покажу конечно же под шуршание ваших лайкосов и огромную благодарность вот этим товарищам поддерживающим канал самым лучшим образом через спонсорскую подписку на бусте им персонально каждому шлем лучи добра и благополучия и так по новой экономики можно рассказывать очень много так как нюансов там тьма тьмущая поэтому в этом видео я расскажу лишь про главные черты того как это выглядит и работает и какие в этом всем я заметил жирные достоинства и недостатки все это мое личное мнение не претендующее на истину с удовольствием прочту ваши в комментариях и начну сразу с хорошего лично мне как и многим другим игрокам со стажем фармить станет лучше и проще но правда лишь на определенное время а что будет дальше пока совершенно не ясно вот смотрите какой у меня сейчас скудный и почти нулевой набор экономических сигналов в старой экономике плюс которым есть неплохой запас камуфляжей но особо мощных среди них типа весеннего неба и так далее совсем немного и сейчас у меня нет возможности в больших количествах фармить свободку опыт командира и так далее максимум что я могу сейчас для этого это одеть камуфляж весеннее небо навесит на него скудные остатки флажочков и более-менее пофармить в течение 14 боев так как все запасы мощных камуфляжей и особых сигналов я уже истратил ранее а в новой системе внезапно у меня оказываются сотни и даже тысячи довольно крутых бонусов это я про те которые синенькие про красные вообще не говорю так как их немного их будет жалко расходовать но может у кого-то будет много и красных все это новое количество бонусов можно посмотреть перейдя по ссылке в специальный калькулятор то есть как я понял все мои залежи камуфляжей не такие уж и большие ведь несколько месяцев назад я продал около 75 процентов из них за 400 миллионов серебра ради покупки супер кораблей а остатки камуфляжей трансформировались в такое вот количество бонусов зайдя на тестовый сервер и также обнаружил у себя большое количество бонусов но здесь скорее всего их количество будет отличаться от того которое у меня будет в патче так как это все таки тестовый аккаунт поэтому калькулятор наверное показывает точнее но зато на тестовом сервере можно было оценить мощь этих синих бонусов поставив их на эсминцы я сыграл пару боев с довольно средними результатами так как на тесте и команды меньше и вообще бои протекают в среднем еще быстрее и скомканья чем на основном сервере и получил при поражении 5000 свободки при победе 7000 ну и показанная на скриншотах количество командирского опыта и так далее и это все за синие бонусы которых у меня в новой системе довольно много в отличие от старой то есть в старой системе у меня нет никакой возможности при имеющемся количестве обвеса фармить еще сотни боев получая примерно по 5-10 тысяч свободки за бой а то и больше а если повесить красные бонусы то за бои чуть выше среднего будет выходить около 30 тысяч свободки но красных бонусов у меня мало поэтому я их тратить пока не буду но даже только лишь за счет синих бонусов в новой системе я явно в выигрыше на несколько сотен боев а еще ведь есть куча зеленых и сереньких бонусов послабее то есть на некоторое время я явно в выигрыше по фарму а также надо отметить существенно возросшие удобства использования бонусов так как не нужно заморачиваться с подбором камуфляжа навешиванием целой тучище сигналов простых и особых теперь просто воткнул четыре бонуса нужного уровня и все в разы быстрее и проще плюс к этому внешний вид корабля теперь отвязан от бонусов и я могу украшать корабль как мне захочется такие вот явные и очень крутые плюсы новой системы но как обычно есть нюанс а что я буду делать когда закончатся мои запасы бонусов нажитые непосильным трудом за все годы игры где новые то брать а в блоге разработки сказано следующее мы не планируем распространять постоянные экономические бонусы лучше стандартных после выхода изменения для получения будут доступны только обычные бонусы то есть совершенно не ясно где и как я смогу получать бонусы мощнее стандартных то есть сереньких и зелененьких стандартные же будут продаваться за дублоны вот их полный перечень с ценами насчет цен то в блоге еще приведены расчеты того что в новой системе покупать бонусы за дублоны будет выгоднее чем сигналы за дублоны при старой системе правда при этом стоит отметить что при старой системе экономические флажки можно было теоретически покупать в адмиралтействе за уголь но на практике вряд ли найдется много желающих отдавать ценный уголь за экономические сигнальчики так что те кто покупал сигналы за дублоны чуть-чуть выиграют как видно по примерам в табличке на 20 30 и даже 40 процентов вот только мне кажется что и дублоны отдавать за флажки таким занимаются немногие игроки большинство получают сигналы внутриигровым путем как будет обстоять дело с этим в новой системе большой вопрос но главное что как писали в блоге будут доступны только обычные бонусы обвешавшись которыми по моим расчетам будет выходить около тысячи свободки за бой за хорошие бои несколько тысяч но где теперь брать новые бонусы для фарма по 10 30 и более тысяч свободки за бой когда закончатся особые бонусы я пытался уточнить у разработчиков этот вопрос но конкретной информации так и не получил так как ответ был достаточно туманный примерно в духе того что все это еще прорабатывается и так далее а в блоге ведь написано черным по белому мы не планируем распространять постоянные экономические бонусы лучше стандартных после выхода изменения из этого можно сделать предположение что когда наши запасы крутых бонусов красного и синего цвета закончатся то у нас просто больше не будет возможности фармить свободку такими тоннами как можно делать сейчас в полном обмазе и это конечно жирнейший минус если только в будущем не появится какой-то особенный способ получения таких крутых бонусов которые сейчас получаются за счет сочетания мощных камуфляжей с кучей сигналов которые падают за разные активности клановые бои продаются и так далее что касается постоянных камуфляжей некоторые волновались что в новой системе потеряют в этом смысле но вроде бы все нормально с этим делом вот таблицы конвертации старых камуфляжей в новые бонусы и здесь все хорошо за исключением того что некоторые крутые камуфляжи в новой системе будет уже просто не достать например как крокодил на блэка и вот на практике мы видим что постоянный камуфляж на шермана дает вот такие бонусы как и было указано в табличке в блоге а насчет общих изменений в экономике важно понять следующие особо значимые пункты бонус к опыту больше не влияет на свободный и командирский опыт чтобы компенсировать это изменены все постоянные и расходуемые экономические бонусы базовый заработок свободного опыта увеличен в два раза вместо снижения стоимости обслуживания постоянные камуфляжи дают бонус кредитом такого размера чтобы средние заработки не изменились или увеличились стоимость обслуживания исследуемых кораблей 9 уровня снижены со ста двадцати тысяч до ста пятнадцати тысяч а кораблей десятого уровня со ста восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч еще важные камуфляжи теперь влияют только на внешний вид кораблей поэтому для них убраны боевые бонусы снижение заметности кораблей на три процента включено в параметры всех кораблей по умолчанию увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника на 4 процента и вовсе убрано и это явный нерв живучести кораблей особенно всякой мелочи для которой попадание каждой пульки критично но зато теперь нам совсем не обязательно покупать камуфляжи бой и на этом можно еще сэкономить правда тогда корабль будет серым но думаю что многие теперь будут катать именно так и в этом есть своеобразный минус ведь игра превратится в мир серых и ржавых кораблей но зато тот кто купит камуфляж будет цветаста и круто выделяться на фоне серой массы вот такие вот основные особенности про которые я хотела рассказать в первую очередь в целом система стала явно удобнее но меня сильно волнует что совершенно не ясно как и где мы сможем получать бонусы для крутого фарма при этом в блоге четко сказано что их вообще не планируют как будет на самом деле поживем увидим не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик чтобы быть в курсе всех важных новостей и новинок мира кораблей всем удачи крепкого здоровья и до новых встреч в эфире с вами был супер джедай